Так, значит, это вот сюда, так, потом вот так, это вот сюда, и, оп, не то. Есть три вещи, которые не умеет делать мужская половина населения земного шара. Первое, это завязывать галстук. Второе, это запомнить и повторить, как его завязывают женщины. И третье, это объяснить шефу, что можно ходить на работу и без галстука. Ну что такое опять, опять не получается. Тут еще привязались все, Александр, вы лицо программы, вам нужно как-то поменять свой стиль. А что этому лицу программы уже шею сводит от этого постоянного галстука завязывания, вообще никого не волнует. Как же все-таки научиться правильный галстук завязывать правильным узлом, м? Возможно это вообще осознать умом человеческим или нет? Как вы думаете, что общего у скалолаза Коли, рыболова Дениса и спецназовца Даниила? Наши герои профессионально вяжут узлы и терпеть не могут носить удавки на шее. Сегодня мы постараемся переубедить их. Галилео собирается испытать на прочность узлы, которые нам будут демонстрировать парни. А еще проверить, смогут ли наши герои справиться со сложной задачей красиво завязать галстук. Для того, чтобы победить врага, его надо изучить. Итак, приступаем. Что такое галстук? Из чего и как он сделан? Как его шьют? Кстати, за право называться родиной этого изобретения сражаются три страны. Англичане, американцы и французы точно знают. Галстук придумали именно они. Галилео в дизайнерской мастерской. Выбор материала для галстука – дело скользкое, шелковое. Мы обнаружили, что шелк – это вовсе не ткань, а нить. Волокно. А шелковые ткани бывают самыми разными. Например, органза, атлас, тофта, сатин и шифон. Разные ткани – это разный тип переплетения волокон. В нашем случае выбран жаккард. Это одно из самых трудоемких и сложных плетений. Его изготавливают из волокон разных типов. Например, из хлопкового. Но у нас жаккард шелковый. Жаккард похож на гобелен, тем, что имеет ярко выраженный рельефный рисунок плетения нитей. Из этого однотонного куска ткани и будет сшит наш подопытный образец. Для начала ткань закрепляют на прямоугольной деревянной раме и туго натягивают. Контур будущего узора намечают стеклянной палочкой – рисфедером. Линия наносится составом, главные компоненты которого – клеящий раствор и воск. Контур не даст смешаться краскам. Узор не расплывется по ткани. Нашим героям предстоит закрепить веревку, которая понадобится для эксперимента. С помощью нее мы продемонстрируем вам, что общего у разных узлов и чем они отличаются. Высота потолка – шесть метров. Непростая задача. Но парни не привыкли отступать. Быстро развязывающиеся узлы используют для того, чтобы закрепить паруса. А в случае необходимости – быстро развязать их. Или, как говорят моряки, раздёрнуть. Прочные ли они – быстро развязывающиеся узлы? При таком-то названии. Узел называется рифовым. Подвесим к рифовому узлу живой груз. Сколько в сумме весят наши герои? Двести двадцать килограммов. Наверное, затянули так, что теперь разрезать придётся. Ничего подобного. Узел мастера боится. Коля увлекается наузистикой. Это наука об узлах. Наузистика бывает прикладной. В узлах должны разбираться моряки, скалолазы, туристы. Наузистика бывает соревновательной. Ну или галилейской, как в нашем случае. А вот и первый мазок на нашем холсте. Будущий галстук быстро синеет. Акриловая краска заполняет границы рисунка. Слегка растекаясь внутри контура. Немного похоже на детскую раскраску. Коты обретают цвет. А Коля собирается показать нам фокус. Никакого мошенничества или компьютерной графики. Просто тренировка. Коля заставил верёвку саму в полёте завязаться в раз, два, три узла. Впечатляет. Коля готов продемонстрировать нам незатягивающиеся узлы. Они используются для завязывания петли, в которую можно сесть или даже наступить. Узел, который называется прусик, не затянется, не сдавит ногу. Прусик в близком родстве с беседочным узлом. Беседкой моряки называли скамейку, доску, которую укладывали в этот узел. Может, пираты и беседовали, качаясь в воздухе на таких петлях. С узлом галстука перед зеркалом Коля мучается. Хотя, если бы Коля не был альпинистом, а английским дэнди-яхтсменом конца девятнадцатого века, он предпочёл бы галстук регат, который застёгивался сзади и заправлялся под воротник сорочки. Кстати, именно англичане сделали галстуки частью военной униформы. Заготовка попала в руки швеи-закройщицы. Сначала жаккард проклеивают дублерином. Дублерин — это плотная ткань, на одну из сторон которой нанесено клеящее вещество. Дублерин используют для придания ткани формоустойчивости. Чтобы дублерин и жаккард стали единым целым, мастер пускает в ход утюг. Теперь мастер раскраивает проклеенную ткань. А это руки-ножницы. Получившиеся полоски материи пока совсем не похожи на галстук, которым они скоро станут. Тем временем рыболов Денис демонстрирует узлы из лески. Достаточно ли надёжные узлы? Галилео уважает эмпирический путь познания. Пробуем, выясняем. Если стул улетит в окно, узел ненадёжный. Ну, Галилео работает с профессионалами. Денис вошёл во вкус. Для чего ему бутылка? Теперь её можно носить с собой. Размахивать ей. Не выскользнет, не разобьётся. Удобно. Для рыбака вообще очень важно не выронить бутылку. С галстуками, в отличие от лески, Денис не на «ты». А если бы он жил при дворе французского короля Людовика XIV, пришлось бы вывязывать шейный платок с элегантностью не меньшей, чем у короля солнца. Идеальный узел – это кружевной бант-розетка с концами, свисающими на грудь. Заколка или брошь с драгоценным камнем скрепляла всю эту красоту. Французы всегда были модниками. Теперь швея выполнит на машинке три шва. А затем вывернет нашего подопытного наизнанку. А самый важный, продольный шов, будет делать вручную, чтобы галстук не перекручивался при носке. На всех дорогих или дизайнерских галстуках продольный шов не строчат на машинке, а выполняют иголочкой, стежок за стежком. Готово? Ещё нет. А спецназовец Даниил всегда готов к схватке. Он давно работает инструктором по рукопашному бою. Он может связать узлом любого, в том числе используя подручные предметы. Например, верёвку. А вот это был образец затягивающегося узла, который называется удавка. Достаточно, достаточно, мы запомнили. Даниил может связать человека и палкой. Да что там палка? Оказывается, связать можно даже стулов. Даниил — супермен. Но галстук он презирает. Может быть, ему стоило родиться в начале 20 века в Америке и оказаться на месте предприимчивого американца по имени Джесс Лангсдорф, который тоже не очень любил галстуки, редко их носил, но однажды, упростив идею шейного аксессуара до предела, получил патент на идеальный галстук. Так скромно сам Джесс называл модель раскройки и шитья галстука из трёх деталей. США стали считать себя родиной галстука, потому что все галстуки в мире стали шить по американскому патенту. Галстук ещё не готов. За него вновь берётся дизайнер. Коты поселяются в ромашках. Усы торчком. В составе акриловых красок есть термозакрепляющая смола. Только после термообработки рисунок будет стойким. Ромашки под воздействием пара приобретают объём. Вот оно, объёмное искусство. 3D. Наш роскошный галстук для настоящих мужчин готов. А настоящие мужчины готовы к испытанию. Раскрываем руководство по завязыванию галстучных узлов на середине. Что мы выбираем? Обучим героев вязать полу виндзор. Устроим соревнование. На старт. Внимание. Марш. Наши герои вывязывают неловкие узлы. И стараются обогнать друг друга. Кто финиширует первым? Отлично. Поздравляем. Изменили ли парни своё отношение к галстукам? Да. Теперь галстуки у них всегда с собой. Коля уважает прочные галстуки. Денису нравятся блестящие галстуки. Безо всякой блесны можно обойтись. Даниил человек миролюбивый. И против того, чтобы всякие рыбку обижали. Программа «Галилео» убедилась. Герои научились пользоваться галстуками. Как и положено каждому уважающему себя джентльмену. Нет, друзья, нет. Классический галстук – это не то. Самый стильный галстук в виде верёвки называется «болло». Вот. Кстати, интересна история возникновения этого галстука. Дело было в Техасе. Один паренёк взял, да и совершил преступление. Его взяли, да и приговорили к смерти. Через повешение. Накинули, значит, ему петельку на шею. Повесили его. Но верёвочка не выдержала. Оборвалась и... Оказался у человека вот такой вот интересный галстук. Но это не то, что наших декабристов. Их всё равно ведь повесили. И второй, и третий, и четвёртый, и десятый раз. А парни отпустили. У них такой закон. Если верёвка оборвалась, всё, значит, свободен. И он эту верёвку снимать с шеи не стал. И стал в ней вот так вот щеголять. А ковбои увидели и подумали, «Слушайте, а неплохой галстук?» И с тех пор появился такой галстук под названием «болло». Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова